Меня зовут Олег. Я работаю в компании Positive Technologies. Мы занимаемся безопасностью и однажды мы решили парсить MySQL. Казалось бы, да, зачем нам безопасником парсить MySQL? Мы баз данных никакие свои не делаем, обертки не делаем, но тем не менее понадобилось. Дело в том, что я работаю в отделе исследований защиты приложений. Если проще, я ресерчер, и мы, вот те чуваки на слайде, это те чуваки, которые придумывают велосипеды, которые будут защищать ваши веб-приложения следующие там несколько лет. И однажды мы решили придумать такой велосипед для защиты от SQL-инъекций. Кто в курсе, что такое SQL-инъекции? Ну, да все в курсе, отлично. Ну, короче, когда злоумышленник может вставить какой-то код в ваш SQL-запрос, он там выполнится в контексте вашего запроса. Ну, тут логичный как бы ремаркой сразу станет, ой, да ладно, чувак, так никто не делает, так никто не пишет. Все юзают rm, там все по красоте фильтруется, и никто не атакует. Увы, так делают. Это уязвимости исключительно SQL-инъекций, исключительно в WordPress и только за 2017 год. И их дофига. То есть, причем в WordPress не самая заброшенная такая CMS-ка, и как бы SQL-инъекции достаточно часто все-таки возникают. И проблема в том, что фиксить их не хотят, потому что, во-первых, это фиксить WordPress. Во-вторых, там может быть какой-то древнючий legacy код, который написан непонятно кем, поддерживается вообще никак. И, ну, просто нет никаких финансов на то, чтобы его как-то исправить. И поэтому все втыкают в WAV. WAV — это такая штука, которая стоит между клиентом и вашим приложением, и, собственно, должна блокировать какие-то атаки. WAV блокирует много разных атак, они, в принципе, достаточно хитрые штуки. Если мы говорим об SQL-инъекциях, то стандартным способом сражаться как-то с SQL-инъекциями — это вот эти три подхода. Первый из них это просто регулярки. То есть под конкретную какую-то CVE-шку, под конкретную уязвимость, под конкретную CMS-ку пишутся какие-то регулярочки, которые блокируют эту конкретную атаку. Второй вариант, он более популярный, он более такой интеллектуальный — это использование lib-injection. Кто в курсе, как работает lib-injection? Круто, новая информация пошла. Смотрите, lib-injection берет какие-то строки, какие-то параметры, где мы подозреваем, содержится какой-то SQL-код, который может привести к SQL-инъекции. И дальше делает несколько достаточно хитрых вещей. Во-первых, он эту строку токенизирует с точки зрения там SQL-код диалекта. Получает последовательность токенов, которые затем начинает сворачивать. У него есть достаточно хитрые правила свертки, которые позволяют получить из какого-то длинного большого вектора токенов небольшую маленькую свертку. Ну вот на слайде пример там свертки для вот такого бестолкового union. Она получается заметно короче этого запроса и компактнее. И третья часть, которая есть в lib-injection, это огромная-огромная база данных вредоносных сверток. То есть, если ваша строка сворачивается каким-то образом и попадает вот эта группа вредоносных сверток, которые могут привести к SQL-injection, то запрос помечается как вредоносный и должен быть блокирован. Это достаточно популярный подход. Он очень много где используется в вафах. Ну и еще все практически вафы говорят, что они впиливают там какие-нибудь подходы, основанные на машинном обучении, которые чудесно тоже все блокируют. Но сегодня не об этом. Сегодня вообще на самом деле не про фаерволы, потому что как бы чудесно фаерволы не были, как бы сложна и крута lib-injection не была, постоянно находятся байпасы какие-то. Потому что там кто-то подобрал такой вектор, который сворачивается во что-то, чего еще нет в blacklist. Ну и вообще понятное дело, что когда мы делаем что-то по blacklist, то всегда найдется что-то, чего там нет. Это первый недостаток. Второй недостаток вафы — это то, что он не видит приложение, он не понимает, с чем он работает. Он работает с черным ящиком. У него есть какие-то входы, у него есть какие-то выходы, и он вообще не понимает, что там. То есть вафы они умны, да, но если приложение использует какой-то жуткий протокол общения между клиентом и сервером, если там какой-нибудь кастом протокол с каким-то суперским кодированием по вовсогетам, то вафу становится очень-очень грустно, и он не может ничего сделать. Ну, потому что он видит только запросы. Поэтому сейчас есть такая тенденция, что нам нужен еще датабейс-файрвол. Датабейс-файрвол — это штука, которая будет стоять между вашим веб-приложением и базой данных. И, соответственно, она уже видит запрос целиком. У нее есть какой-то простор для маневра. Какой простор? Она может взять этот SQL-запрос целиком и сделать там какое-нибудь предположение, что вот эта часть раньше была всегда строкой, из какого-то источника она это знает, об этом тоже позднее. Подставить туда строковый литерал, распаршить это все дело, получить вот такое вот синтаксическое дерево. Дальше это синтаксическое дерево проанализировать и сказать, там, бывают инъекции или нет. Самый простой способ, как это сделать, это после замены посчитать количество токенов. Если количество токенов изменилось в какую-то сторону, то, скорее всего, инъекция была. То есть вот на дереве это, например, очевидно. И на дереве вообще можно проследить самое такое академическое определение инъекции. То есть, когда у нас синтаксическая структура запроса изменяется. Именно тогда у нас инъекция. Вот здесь красные вот эти токены, листья дерева, они были именно вставлены злоумышленникам. Кроме того, если у нас есть возможность синтаксически анализировать код, мы на самом деле, синтаксически анализировать запросы, мы можем делать достаточно много всяких прикольных вещей. Мы можем, во-первых, взять, поставить love где-нибудь на обучение на некоторое время, чтобы он посмотрел, какие у нас запросы от приложения ходят. И потом полученную информацию о чистых запросах использовать для того, чтобы как-то судить о всех запросах в веб-приложении. Например, мы можем построить профиль запросов для веб-приложения. Мы можем сказать, что наша приложуха, например, никогда-никогда не использует комментарии в запросах. Она никогда не использует функции md5.sum, benchmark, sleep, и она никогда не делает select запросов через точку с запятой несколько. Соответственно, если вдруг появляется какой-то запрос с комментарием, то это инъекция. Если говорить о более каком-то крутом таком научном подходе, то мы можем набрать все хорошие SQL-запросы от приложения и построить под ним маленькую узкоспециализированную грамматику автоматически, разумеется. И дальше каждый приходящий запрос анализировать с точки зрения этой грамматики. Если грамматика запрос не парсит, если он синтактически не валиден с точки зрения грамматики, то запрос плохой. Кто-то там что-то инъектирует. Ну и более круто, на самом деле, если мы можем парсить запрос, мы можем анализировать на дереве его семантику и делать какие-то выводы о том, кто какие данные запрашивает. И даже впиливать там какие-нибудь управления доступом, например, ролевое, атрибутное. И гарантировать, что там юзер воп никогда не получит данные из таблицы пользователя Alice. Чтобы вся эта красота работала, нужен парсер. Нам нужно каким-то образом из запроса получить это самое дерево, чтобы потом дать его каким-то умным штукам, которые по этому дереву будут ходить и извлекать нужную информацию. Ну и, соответственно, когда мы делали database firewall, мы пришли к тому, что надо чем-то парсить. Начали разбираться, чем вообще можно парсить. Есть огромное количество SQL парсеров, в частности, MySQL парсеров. Реально их очень много. Такое чувство, что каждый, кому он нужен, пишет свой. И поэтому очень много каких-то runtime-специфик вариантов, которые кто-то для себя просто сделал. В частности, например, для leap injection сделан. Ну, автор говорит парсер, на самом деле там токенайзер, но тем не менее. Кроме того, есть коммерческие решения, есть сайт, компания SQL parser, которые предлагают парсеры под много диалектов, под разные рантаймы. Но проблема в том, что они предлагают их как коробочку. Их не дают доступ к исходным кодам, то есть просто используйте, как используете. А за доступ к исходному коду требуют вообще нереальные деньги. И как-то это использовать потом в реальном продакшене достаточно затруднительно. Или очень дорого. Есть большое количество всяких баз данных, да, которые, например, являются какими-то там улучшениями или обертками над MySQL. В частности, вот база, которую разработчики YouTube предлагают, она тоже там какая-то обертка над MySQL, там тоже есть парсер MySQL. Но, к сожалению, недостаточно полный, хотя и достаточно быстрый. Есть официальный, официальная як грамматика для MySQL. Як это генератор парсеров, он под C заточен. И, соответственно, тут сразу какие ограничения? Мы должны сразу работать C. И только C. И, ну, писать основную часть кода на C. Это не всегда весело. И, в частности, для ресерча это очень грустно. Еще есть ANTVR3 грамматика для MySQL, которую используют в Workbench. ANTVR3 это тоже генератор парсеров, он написан на Java, но проблема с этой грамматикой в том, что она тоже узко заточена под C++. Там непосредственно в грамматике прям используются языковые конструкции плюсов. И плюс ко всему это ANTVR3, который сейчас уже устарел, она не особо поддерживается, а ANTVR4 грамматики не было. Поэтому мы решили что сделать? Ну, стандартный подход, да, нам нужен свой парсер. Но чтобы уж совсем свой какой-то парсер не пилить, мы решили сделать парсер под ANTVR4. В перспективе, во-первых, почему мы решили? Потому что это даст нам возможность очень плавненько включать поддержку других диалектов SQL. Мы можем взять, написать парсер для MySQL, потом добавить туда парсер какой-то для TSQL, они все будут получать какие-то синтаксические деревья, и потом нужна небольшая магия. Нам нужны эти синтаксические деревья конкретных SQL преобразовывать в что-то общее. То есть идея была в том, что все эти SQL, они каким-то образом работают с табличками. Там никаких чудес не возникает, там те же самые таблицы, insert и select, просто у кого-то с каким-то другими приспособлениями или каким-то другим синтаксисом. Поэтому было подозрение, что можно как-то это унифицированно описать. И второй плюс ANTVR, почему его выбрали? Потому что у него очень много различных рантаймов, под которым он может работать. То есть он может генерировать парсеры вот для этих языков. И еще для JavaScript, по-моему, который нам совсем не подходил, я не включил его на слайд. Для нас, как для ресерча, это большой плюс, потому что мы все-таки пишем не production code, мы пишем прототипы. И прототипировать всегда приятнее на чем-то вроде Python, а не на чем-то вроде Java. Ну, поэтому мы, как ресерчеры, выбрали самый правильный язык для написания прототипа. Написали прототип на Python. Сделали минимальную грамматику, которая пашет там нужное нам подможество запросов, там базовые какие-то селекты, инсерты, апдейты. Написали оберточку на Python, сгенерировали классы, рантайм под Python, ANTVR-овские, и провели тест. Получилось, ну, 450-4,7 запросов в секунду. Ну, не очень. Потому что, чтобы нам с нами хоть кто-то вообще разговаривал из бизнеса, из коры Firewall, ну, нужно хотя бы 10 тысяч в секунду парсить, потом меньше уже вообще несерьезно. Ну, ладно, мы-то ресерчеры умные. Мы знаем, что если у нас Python медленно работает, надо что-то компилируемое втащить. Ну, что, ну, плюсы, конечно, нужно втаскивать. Соответственно, мы ресерч, мы не особо любим вот такое вот компилируемое все. Нашли с трудом человека, который у нас пишет как-то на плюсах, он запрагал прототип, запустили прототип, он напарсил нам один сказа просто в секунду. Мы такие, ну, в принципе, ладно, сойдет. Мы сейчас на Python напишем, потом придут классные разработчики, которые умеют все в Highload красиво писать и по красоте напишут на плюсах, и все будет проходить, и для прототипа сойдет. Дальше спихнем на настоящую разработку и будем ресерчить дальше. Короче, это, можно фигачить. Начали мы работать, сделали грамматику для MySQL на NTL R4, сделали ее независимой от рантайва, чтобы можно было спокойно переноситься, сделали ее open source, написали статью на хабре, может быть, кто-то уже видел. Окей, запенсурсили грамматику. Говорим, ребята, а что там C++-то кто-нибудь будет писать? Нам отвечают разработчики, говорят, что-то у нас сейчас плюсовиков свободных нет, не получится, наверное. Мы такие, поговорили там с кем-то лично, кто-то в овертайм согласился пописать, начали разбираться. Говорят, а там C++-11 у вас в прототипе, он не получится втянуть в текущий стэк. Мы такие, ну почему? Это же C++, как можно его не втянуть куда-то? Нам говорят, у нас Debian 7, мы C++-11 тогда вообще никак не втащим, потому что там липси половина системы пересобирает. Мы такие, е-мое, ну мы же делали, у нас он работает, 11 тысяч запросов, что делать-то, бросать что ли? Не, надо дальше ресерчить. Ну, ресерчеры люди простые, как бы, надо, питон начали уж, надо пробовать дальше питон. Питон 3, он вроде как поновее, должен побыстрее работать. Попробовали под питон 3, он тоже официально поддерживается NTR. Сделали, думали побыстрее будет, но новый же питон. Нет, побыстрее не стало. Ну, приуныли, конечно. Ресерчер всегда приунывает, когда нельзя на питоне написать. Хотя очень бы хотелось. Что дальше, какое решение, как бы, кто как считает, что мы дальше выберем. Дальше мы выберем PyPy, потому что надо питон, как бы, ну, е-мое, надо выжать из питона все, что он может вообще. А питон, PyPy вроде как быстрый. Запускаем PyPy и получаем быстрее, ура, быстрее в два раза, но в два раза питон. Быстрее питон, а не C++, потому как бы, что-то не очень, надо бы побыстрее. Ну, мы приунываем, но тут прихожу я, разработчик на Go, и говорю, чуваки, ну, это Go, сейчас по красоте все сделаем, питон даже рядом стоять не будет. Там Go-рутины, там все красиво, сейчас сделаем. Go-lang поддерживается, NTL-R-ом вроде бы поддерживается примерно столько же, сколько питон. Я пробую там прототип, все, говорю, сейчас красиво, не нервничайте. Запускаем парсинг, получаем вот так. Что? Вообще не может быть. Ну, как так-то? Я же все хорошо писал. Хорошо, но я человек серьезный. Запускаем профайлер, там все это под микроскопом буквально исследуем, кто косячил, где проседы. И оказывается, что все проседы глубоко-глубоко в рантайме NTL-R, и я вообще поправить там ничего не могу, только если брать и рантайм прям патчить. Надо сказать, что все как-то повело на самом деле, потому что когда мы сгенерили рантайм под NTL-R, он вообще не скомпилился. Ну, там ладно, там дважды определенные переменные, вот эти var все, двоеточие, равно и все остальное. Окей, не проблема. Я это запатчил, но потом ждал вот такой сюрприз. Я, естественно, расстраивался, но меня ранит, когда go медленнее питона. Что поделать? Начали уже грустить, никто ничего не хочет реализовывать. Пишем коллегам в Application Inspector. Говорим, ребята, вы на чем пишете? Они говорят, мы на C-Sharp. Они нам помогали с грамматикой под MySQL. Мы говорим, ну, давайте это, соберите у себя там, попробуйте, может, что-то выдаст, а то у нас питоны гони тянут. Они говорят, ок, C-Sharp поддерживается, сейчас запокаем. Замутили прототип на C-Sharp. Какие у вас ставки по производительности? В десятках тысяч, в тысячи меньше, там, десяти запросов в секунду. Сколько? Как C++, то есть, примерно, да? Чуваки сделали прототип, запустили, получили тридцатку, 35 на C-Sharp. Быстрее, чем C++. Мы такие, эээ, странненько, но вообще ладно. Начали вот C-Sharp как-то продвигать, типа, ну вот есть ребята, они могут на C-Sharp хорошо писать, давайте мы, типа, им проект отдадим. Нам говорят разработчики из 4.0, говорят, нам моно вообще тоже никуда, честно говоря, в стэк. Давайте как-нибудь без C-Sharp, давайте вы дальше доресечите, вы же ресеч, придумайте, чтобы красиво было. Ну, мы такие в ресече, открываем рантаймы, смотрим. Питоны отпали, жалко, но отпали. Го отпал, грустно, но го отпал. Плюсы отпали, не хочет никто на плюсах писать, чтобы не было одиннадцатого стандарта и вообще. Sharp'ы отпали, моно нет. Свифты, понятное дело, тоже уже куда тащить-то. Остался Java, но мы ресеч. Мы такие, ну, какой Java-то? Это же продакшен, а мы ресеч, мы не можем в Java. Давайте как-нибудь без. Но надо уж дотестировать, раз начали. Последние рантаймы остались, надо протестировать. Какие оценочки, сколько мы с Java получим? Еще какие-нибудь? запросов или тысячи? Окей, взяли Java, смотрим, она поддерживается внезапно семь лет. Против двух лет всех остальных и разработчиков там 28 человек. Мы такие, о, а NTVR сам написан на Java, там автор, он профессор в какой-то серьезном университете и он тоже писал этот рантайм. Мы такие, о, может получиться вообще вкусно, как бы надо попробовать что-то. Запускаем Java и получаем вообще космос. 70 запросов в секунду. Мы такие, да ладно, но это же Java. Ну, после C-Sharp уже не так удивительно было, но все равно. Мы такие, ну нет, только не на Java. Давайте что-нибудь другое, пожалуйста. Тут как бы череда несколько месяцев, когда мы пытаемся запускать Java из всего, чего угодно. Мы пробуем Jiton, мы пробуем запускать Jiton, мы пытаемся каким-нибудь образом Python приклеить к этой Java, ничего не выходит. Начинаем использовать какие-то Java диалекты, там какие-нибудь Scal, там все остальное и находим Kotlin. Kotlin, он новый, он классный и он полностью Java совместим. Несмотря на то, что он официально не поддерживается, под ним все клево работает и он еще похож на Python. Можно прям брать и прогать даже ресерчеру. Пробуем Kotlin и Kotlin оказывается чуть-чуть медленнее Java. 60 тысяч нам как бы с потолком, нам хватает. То есть даже если мы очень-очень печально все напишем, то мы производительность не просадим до той десятки, которую нам хотелось бы для прототипа иметь. А дальше у нас есть разработчики, разработчики сделают красиво. К чему приходим? Приходим к огромной такой табличке, которая одной из вех выступления будет. Она про производительность разных рантамов NTWare. Здесь есть все рантаймы, которые мы тестировали и два режима. Скажу, почему два режима. Первый режим — это режим запросы, которые поступают отдельно, последовательно. И здесь, соответственно, производительность по запросам в секунду. Этот режим важен нам в фейерволе, потому что у нас трафик так устроен. Нам запросы приходят кусочками, мы их не можем сильно как-то стекировать и кешировать. Второй режим — это режим парсинга файла целиком. А NTWare — это жутко умная штука, на самом деле. Она умеет очень много всего. Она умеет очень круто предсказывать следующие запросы, она умеет кешировать какие-то части разбора. И, соответственно, когда она видит какой-то большой файл и много-много запросов в нем, она умнее простраивает свою стратегию, лучше кеширует, и поэтому результаты получаются совсем другие относительно парсинга по запросам. Это первый момент. То есть файл парсить быстрее. Второй, вообще очень внезапный момент — это то, что Python парсит файл гораздо быстрее, чем C++ и C Sharp. Чем C Sharp парсит файл вообще быстрее все. И это удивительно, это нелогично, это какие-то детали реализации NTWare. Мы связались с разработчиками NTWare, с теми, кто делал рантайм шарпа. Ребята активно работают, ищут баги, но тем не менее, если вы вдруг сейчас захотите парсить какие-то файлы, то учтите вот эти неадекватные результаты, которые есть на слайде. Это первое. Второе, как мы помним, мы хотели сделать, чтобы у нас было много диалектов SQL, и все одинаково обрабатывалось по красоте. Соответственно, нам нужна вот эта часть, которая будет из какого-то конкретного синтаксического дерева делать абстрактное. Смотрим. У нас есть какие-то парсеры, под них есть грамматики на NTWare, они генерят какие-то конкретные синтаксические деревья, деревья разбора. Потом есть какие-то визиторы под каждый конкретный диалект SQL, который получает какое-то унифицированное синтаксическое дерево. Ну, так как у нас все SQL, они с табличками, да, реляционные, вот это все, соответственно, там можно что-то общее углядеть. Вопрос, как это сделать. К счастью, у нас есть крутой специалист по базам данных, по MySQL, который сделал вот эту общую структуру для SQL, куда много-много можно всяких диалектов уместить без особой потери информации. И мы делаем что? Мы вот эту структуру описали на каком-то DSL, в каком-то языке абстрактном, который просто позволяет нам сказать, что вот есть такая вершинка в дереве, у нее могут быть вот такие параметры там или дети. Потом есть кодогенератор, который умеет генерить артефакты под различные рантаймы с вершинками вот этого дерева. Если поподробнее, то IDL у нас вдохновлен веб-иделем, он совершенно такой straightforward, как я уже сказал, то есть там просто есть название вершинок и какие-то их атрибутики. Есть кодогенератор, мы назвали его Auli, и он умеет генерировать классы, которые будут работать в различных рантаймах. В частности, он умеет работать с третьим питоном, он умеет работать с Kotlin, он практически уже научился работать с Java, генерировать Java-классы, и он немножечко умеет в плюсы его, но еще очень немножечко, чтобы об этом как-то говорить реально. Он доступен на GitHub, и можно с ним потыкаться, и основной плюс в нем в том, что мы можем один раз описать какую-то структуру базовых очень классов такие, больше дата-классы, и потом при помощи кода генератора нагенерить эти классы для различных рантаймов вместе с методами сериализации и десериализации пока что в JSON. То есть мы можем спокойненько попарсить все на Kotlin, разложить по этим классам визиторам, засерилизовать их, потом рассерилизовать их на питоне и на питоне спокойно их использовать. Ну и туда же будут у нас потом плюсы, гои и все остальное. Это нам нужно было вот почему. Пока мы все такие клевые ресерчеры исследовали, искали классный какой-нибудь себе парсер, который будет делать все быстро и красиво, остановились на Kotlin и говорим, ребята, а кто ничего не другое вообще делал? Что у нас с анализаторами этого, в общем-то, кода с протекторами? Нам говорят, ну мы на питоне их написали тогда, когда писали на питоне, и сейчас все работает на питоне. Мы такие, ну здорово, переписывать не будем. Не, не, там кода много, давайте пока не будем. Ну ок, у нас же есть аули, мы сгенерим классы, будем сериализовывать и десериализовывать, и возможно не сильно просядем по производительности, запас есть. Говорим, хорошо, анализаторы, мы сейчас научим работать с новой структурой и все будет нормально. Дальше-то что, у нас сетевая часть как? А сетевая часть у нас как была на Go написано. И мы такие, окей, то есть у нас есть часть на Go, которая принимает трафик, отправляет ее Kotlin, Kotlin отправляет ее питону, собирает информацию с питона, возвращает Go, Go возвращает ее запросы и так далее. Что-то странно. Присели такие, подумали и решили, что это другая уже совсем история, про другой доклад. А в этом докладе мы закончим все-таки парсингом. Еще вывод. В качестве вывода что нужно сказать? Что НТЛР в принципе может в какие-то цифры. Это не гигабиты никакие, но тем не менее, что-то он парсить может. Все считают, что парсинг это очень медленно и грустно. На самом деле можно, можно делать быстро. Во-вторых, это неочевидно. Если вы вдруг собираетесь что-то парсить, посмотрите сначала на ту табличку. Вы потратили на составление этой таблички достаточно много времени, и она несет в себе достаточно неожиданные выводы. Поэтому достаточно важно как бы знать сразу, с чего начинать, а не тыкаться по разным рантаймам. В-третьих, парсер это, конечно, круто, но все пишут парсер под себя. На самом деле парсер это не самая крутая штука. Самая крутая штука в парсере это возможность переиспользовать его в разных проектах и переиспользовать ту информацию, которую он, собственно, напарсил. Поэтому если у вас есть еще всякие стерилизаторы, там всякие древи, вершинки и обработчики под них, это круто, это хорошо, и надо всегда думать, что они вам в любом случае понадобятся. Это вам сейчас кажется, что вы попарсите, а такие напосчитаете, и хорошо. А потом окажется, что нехорошо, и нужно еще дерево обрабатывать. Ну, кроме того, мы запилили NTL-R4 грамматику, выложили на GitHub под MIT. Мы запилили генератор Auli классов, выложили его на GitHub под GPL, потому что мы любим open source. Ну и на этом все. Я могу отвечать на вопросы. Да, да, да. Вот это важно. Сейчас скажу. Дойдем до таблички. Вот она. Какие были условия, во-первых, теста? Если мы говорим о машине, это был обычный десктопный Intel i5, ну такой совершенно среднячок, 16 гигабайт оператива, но оператива там и не выедалась. В основном все на CPU было. Тесты были все в сингл-трейде, без оптимизации, без распараллеливания, без всякой там красоты. То есть если все красиво делать, то будут совсем другие цифры. То есть это тупо парсинг. Что такое файл, что такое запросы? У нас был лог запросов, которые отправляют в WordPress. То есть какой-то стоковый там магазин на WordPress. Собрали с него все SQL-запросы, которые он отправляет, в один файл, перемешали, склеили пару раз, получилось 190 тысяч запросов. И вот брали этот файл и сколько-то раз прогоняли и смотрели среднее. Соответственно, в запросах в секунду мы прогоняли его построчно. Мы выгружали весь файл куда-то себе, в память или, ну чаще всего в память, потому что он влазил. Потом засекали время и посылали эти запросики по одному. Если файл, то есть antlr есть прям метод типа распарси, вот этот вот кусок огромный байтов. И вот мы непосредственно таким образом искармливали этот файл. То есть мы скачивали огромный файл и давали его antlr. Почему у C-Sharp так мало, мы не знаем. Мы в шоке были. Ну да, то есть он на запросах очень хорош и очень плохо на файле. Почему так происходит? Я говорю, у нас никто предположить даже не мог. Мы сразу же связались с разработчиками runtime antlr, и как только станет известно, мы скорее всего напишем статью на хабре по мотивам вот этого всего, и там, я думаю, уже будет ответ известен, и мы про него напишем. Ну еще маленькая ремарка, почему go-крестик, потому что в go-it вообще не запилили почему-то. Я пытался залезть в кишки runtime antlr и как-то вытащить этот метод, но в итоге я его там даже не нашел. Еще какие-нибудь вопросы? Ну там runtime под этот нету, под C для ntlr, можно, конечно, runtime запилить, но наверное, если допустимо использование C, можно и в як посмотреть. Он в принципе должен быть быстрый. Единственное, что у яка меньше грамматик, меньше охват язык, язык грамматик поддерживаем, он уже, чем у ntlr, и на нем правила сложнее писать. Но у нас, как бы я повторюсь, у нас не было цели написать на C, потому что мы research. Мы бы не написали вообще на C, потому что там очень много всяких экспериментальных вещей, все у нас сто раз в неделю переделывается, и мы просто пока ищем какой-то вариант. Да, я думаю, что мы каким-то образом все это опишем и, возможно, найдем какие-то причины проседаний по скорости, в частности, у C-шерпы. Ну да, когда джава обгоняет C++, это как бы уже вброс. Все, никаких больших вопросов не будет? Ну все, тогда, если вопросов нет, я думаю, аплодисменты докладчику. А, не все еще. Да, а можно еще вернуть на слайд, где все результаты были. Хочется сфоткать. Выводы? Да. Вообще, где все… Нет, где результаты именно сравнения скорости для различных языков. С графичками? Да. То есть не таблицей? Да, спасибо. Пожалуйста. Столбики цветные. Да, так виден масштаб и становится совсем грустно. Если еще сделать такие же столбики для файлового режима, то на C-шерп будет смотреть совсем больно. Он будет какой-то там тоненькой полосочкой, едва видный. Нет, не пробовали. Я говорю, очень не хотелось с Xiaomi на самом деле работать. То есть нам даже с плюсами-то не хотелось работать, а с Xiaomi-то уж совсем. Потому что у NTR вообще нет поддержки C, и нам бы пришлось каким-то образом изощряться, все это делать. И нет. Вот этот процентик, он тоже был такой вбросовый. Это была цитата из чьей-то статьи недавней на хабре. Кто-то там говорил, что вот у них вав спасает от 99%. И я вот вставил две такие хайповые цитаты. Одна про разработчика, которая ничего не хочет править, а вторая про вав, которая всего спасает. Реально какой-то аналитики, реально каких-то цифр, я не знаю. Я не из отдела маркетинга. Важный Эльдар и Бейбут его половить. Он, наверное, в курсе. Можно впилить его для управления доступом, как минимум. Тут одна проблема, что нужно будет коррелировать HTTP запросы на SQL запросы. И это пока единственный способ это решить, это модификация кода. То есть это не совсем честный вав. Но если там прям жесткие разработчики, которые по жести прям все реализовали, я думаю, что им не проблема идентификаторы пользователей вставлять в комментарии SQL запросы, например. А дальше можно впиливать управление доступом. На управление доступом это, понятное дело, гораздо мощнее круче, чем просто какая-то фильтрация по параметрам. Мы пока выходим на прототип. У нас продажи только планируется. То есть, ну и соответственно у нас супер вот перформанс решения пока нет. У нас есть протекторы, анализаторы, вот это вот все. Мы, собственно, ресерч. Я искренне надеюсь, что мы не будем писать продакшн код, который будет продаваться. Все-таки у нас есть разработка. Редактор субтитров А.Семкин